Спасибо. Слушаем вопрос о внесении изменений в решении Ростовской на Дону городской думы об утверждении правил землепользования и застройки города Ростова на Дону. Мы получили замечание прокурора по данному вопросу, поэтому когда будешь докладывать, пожалуйста, все это объясни. Уважаемая Финеда Васильевна, уважаемые депутаты, приглашенные. Представленный проект внесения изменений в правил землепользования и застройки включает в себя изменения в градостроительные регламенты и в карты градостроительного зонирования. В целях приведения ПЗЗ в соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденных приказом Росреестра, предлагается дополнительный градостроительный регламент зоны обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности, основным видом разрешенного использования размещения гаражей для собственных нужд. Также предлагается откорректировать градостроительный регламент перзоны речного фасада, сформировав две территориальные зоны сохранения и формирования речного фасада второго и первого типов. Городостроительный регламент территориальной зоны сохранения и формирования речного фасада первого типа разработан для обеспечения правовых условий формирования и обслуживания территории вдоль реки Дон, целью регулирования застройки, влияющей на обзор и панораму города. Данная терзона включает в себя преимущественно территорию правого берега реки Дон, предназначенная для размещения малоэтажных зданий. Ограничение по высоте застройки в данной зоне сохраняется и составляет высоту 20 метров, с целью достижения равномерного распространения зоны речного фасада по ширине от набережной города до дальних видовых точек. Городостроительный регламент территориальной зоны сохранения и формирования речного фасада второго типа также разработан для обеспечения правовых условий формирования и развития и обслуживания территорий вдоль реки Дон, целью регулирования застройки, влияющей на образ и панораму города. Данная территориальная зона включает в себя преимущественно территории левого берега Дона и Зеленого острова и предназначена исключительно для размещения малоэтажных зданий, а также для объектов отдыха, туризма и ликреации. Высоту застройки в данной зоне предлагается ограничить 15 метров. Планируемое внесение изменений в правила не противоречит функциональному зонированию генерального плана города. Как уже было сказано, при рассмотрении данного проекта поступили замечания прокуратуры города. Предлагается из град регламента зоны РФ1 и РФ2 исключить условные виды разрешенного использования, связанные с сервисом автотранспортных средств, поскольку данные виды расположены в водоохранной зоне реки Дон. Данные замечания были рассмотрены на комиссии Думы и мы в целом согласились с этими замечаниями, поэтому предлагаем откорректировать в этой части проект несение изменений РФЗЗ. Подождите, а кому вы предлагаете откорректировать? Вы должны сейчас Думе уже дать нормальный проект? Мы дали откорректированный проект с учетом замечаний прокуратуры. То есть вы уже дали откорректированный проект с учетом замечаний прокуратуры. Понятно. Дальше. Далее. Для устранения пересечения терзон и в целях формирования земельного участка под существующими объектами недвижимости в районе улицы Ульяновская, Переволка Газетная и улицы Баумана предлагается изменить границы территориальной зоны общегородского центра первого типа. Планируемые изменения не противоречат функциональному зонированию генерального плана города. Также для цели формирования земельного участка под существующим многоквартирным жилым домом по улице Нансена 395 предлагается изменить границы территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами и малоэтажными жилыми домами блокированной застройки Ж1. В целях устранения выявленных кадастровым инженером нарушений предлагается изменить границы территориальной зоны реформирования садоводческих и дачных хозяйств третьего типа в отношении земельного участка расположенного по адресу улица Особенная 1 и участка по адресу Особенная 3. Кроме того, на основании обращения физического лица для цели реализации инвестиционного проекта по размещению жилой застройки с объектами обслуживания предлагается изменить территориальную зону земельного участка в районе улицы Лелюшенко 1, зону делового общественного коммерческого назначения первого типа, зону общественно-жилой застройки. Данные изменения также соответствуют функциональной зоне генерального плана города и при реализации проекта будут разработаны планировочные документации, а также проведены публичные слушания. Доклад окончен. Спасибо. Спасибо. А здесь, по-моему, два замечания было, а не одно. Нет, в этой части только было замечание. Одно? Я поняла, что... А, понятно. Пожалуйста, постоянная комиссия. Добрый день, Тенетор Васильевна, добрый день, коллеги. Данных изменений в правилах землепользования и застройки можно разбить по нескольким группам. То есть, если идти от последних слайдов, идет изменение зоны КД, зону уже, это для земельного участка с целью многоквартирного жилищного строительства. Дальше будет разработан проект планировки выживания, которым будут учтены плотность населения, зеленение, необходимость детских садов и школ. Данный вопрос мы на депутатских слушаниях перед октябрьским заседанием Думы рассматривали и отправили на доработку. Следующая группа вопросов – это изменения в ПЗЗ, касаемые технических ошибок, которые возникли по замечаниям Росреса. И мы меняем зоны использования земельных участков под существующими объектами. И также основное у нас появляется зона речного фасада второго типа. То есть, была зона речного первого типа, теперь появляется еще зона речного второго типа, преимущественно располагающаяся на левом берегу реки Дон. В данном случае, относительно зон речного фасада, как раз-таки были замечания прокуратуры города на предмет того, что в связи с тем, что эти зоны преимущественно располагаются в водоохранной зоне реки Дон, Из условных видов разрешенного использования необходимо исключить виды земельных участков, такие как автозаправки, станции технического обслуживания и автомойки, которые не могут располагаться в водоохранной зоне. Замечания прокуратуры учтены, поэтому предлагаю поддержать данный проект решения. Спасибо, согласились, ставлю на голосование. Кто за, против, против два человека. Значит, что там у нас получается? 33 за и 2 против, да? Хорошо.